Короче, пока моя башка сохнет, расскажу, что хочу сделать. Не покидает меня одна мысля, заделает шоппер. Я всё думала, весь Пинтерс просто перерыла в поисках схемы, которую я хочу использовать за плинт на этом шоппере. У меня всё никак не складывался пазл в голове, что я хочу видеть на шоппере, что бы это брожало меня, как-то мячилось со мной, как бы вот угадывался мой вайб, и меня сегодня осенило, что я могу ещё вышить, кроме кити. Я пару лет назад делала уже такую монетницу, сама вот это вот вязала, и без схем. И я опять пошла заново перерывать весь Пинтерс в поисках подходящей схемы. Я вроде бы нашла, но не знаю, насколько она подойдёт, я уже подобрала пряжу, сейчас я вам всё покажу, но сначала по порядку, какой шоппер я вообще хочу у себя видеть, и что я хочу сделать. Все шопперы, которые я когда-либо видела, они очень длинные, большие, как бы много тканей, как вы понимаете, да? И обычно, когда что-то туда кладут, всё оказывается на дне, и вот этот вот пустой кусок ткани, он не задействуется, то есть вот эта вот часть шоппера, она пустая, ничем не занята. И для меня это как-то несовстительствообразно, не совсем удобно, потому что я ещё полторашка, коротышка, и у таких шопперов чаще всего длинные лямки, длинные ручки, и когда, например, плечо устает, не хочется носить на плече, или по каким-то другим причинам, эти длинные ручки я носить вот так не могу, потому что из-за моего низкого роста дно сумки постоянно еле-еле касается земли, буквально там в паре сантиметрах от неё находится. И я подумала, что зачем мне вот эти длиннющие шопперы? Я сделаю укороченную версию, собственно, как и я, сделаю на ней принт. Первый раз я буду делать что-то в виде жаккарда, только крючком, и хочу лямки тоже покороче сделать, чтобы у нас прям отыграться на этом шоппере. Итак, что я за пряжу выбрала? Давайте приступим. Сначала спряжу. Я решила пополно отыграться, видимо, на этом шоппере. Не знаю, что из этого получится. Цвета предварительные, пока по мере вязания я посмотрю, может быть, придётся несколько раз распускать и переделывать всё. от начала и до конца, в том числе со сменой пряжи. Но не знаю. Основное полотно. Я сначала думала, что оно будет однотонным, но когда я увидела этот моток, который у меня лежит уже хреново тучу лет, и я никак не могу его куда-то приспособить, я подумала, настало твоё время. Сейчас увидите, обалдеете. Основное полотно будет вот таким вот. Я не знаю, я надеюсь, мне его хватит, потому что эта пряжа достаточно такая жёсткая, плотненькая. Тут много разных интересных цветов, которые будут мычатся со схемой. Я надеюсь, всё это сливаться не будет. Очень надеюсь. И должно получиться прикольнее. Я хочу сюда яркость, такое интересное. Это сначала я хотела однотонное. Опустим это. Далее, какая будет схема? Схема будет предварительная. Предварительная. Я ещё ничего не измеряла, ничего не вымеряла. Подойдёт она мне, не подойдёт, но она самая маленькая из всех схем с Китти, которые я нашла и которые мне понравились, более того. Потому что я боюсь, что так как я хочу сделать укороченную версию шопера, по высоте, по длине, не знаю, как это правильно сказать, я боюсь, что из-за большого принта у меня не получится это сделать. А вот с этим должно, в принципе, более-менее что-то дополучиться. Итак, пряжа. Вот пример того, что я предварительно хочу сделать. Я не удивлюсь, если под конец видео шопер превратится, знаете, как юбка превращается, юбка превращается, у меня шопер превращается в замечательную губь, кофточку или плед, или ещё что-нибудь. Вообще не удивлюсь. Предварительные цвета вот такие. Основные цвета, которые точно 100% утверждены по ГОСТу, пинтерстовскому, это, господи, чёрный и белый, соответственно, для туловища, точнее, для головы Китти и для обводки чёрным цветом. Далее у меня опционально. Там на схеме жёлтая кофта, синий комбез, красный бант и жёлтый нос. Многовато цветов и как-то, ну, не знаю, не хочется мне делать жёлто-синий. И этот миньоновский комбез, смотрите, как он светит, Саша, господи. Короче, я подумала, жёлтым или красным я и сделаю нос. Бант пока под вопросом, либо он будет розовым, и вместе с тем будет, вместе с ним будет комбинезон розовый. И бежевая кофточка, бежевая кофточка, молодец, бежевая кофточка будет... А то купал. И бежевая кофточка будет вместе с ним, уж не знаю, как это дальше пойдёт. Может быть, я всё переиграю 10 раз на полотне из такой пряжи. Мне кажется, будет прикольно смотреть всё. Ничего не потеряется, лишь бы ничего не слилось. Ну, не знаю, посмотрим. Буду вязать полоску... Полоску... Цепочку из... Всё, понятно, до свидания. Закрывайте это видео. Цепочку из воздушных петель, которая будет равняться на сантиметре 30 сантиметрам. Чтобы это не значило. Нет, это какой-то прикол или что. Я распустила, убрала лишние петли. Я сначала сделала 65, потом померила 30 сантиметров. Это больше 30 сантиметров получилось. Я сейчас сделала 60 петель, 60 столбиков без накида. И оно на том же уровне осталось. Первый ряд не мерила. Надо сделать второй ряд. Уже точно понять, сколько получилось по итогу длины. Второй ряд у меня получилось больше на 4 сантиметра. Вот теперь... Да что такое? Вот теперь у меня... Здрасте. Вот теперь у меня... Теперь точно где-то плюс-минус 30 сантиметров... Точно. Плюс-минус 30 сантиметров получилось. Мне этого за глаза достаточно, я считаю. Больше не надо. Приехала домой. Так, приехала домой. Вместе с шумом моего ноутбука. Сори, мне нужно внести кое-какие правки. Я не знаю, что я там наговорила до этого. Я несколько раз переделывала. По итогу я еще раз промерила схему. Она оказалась не 30 на 30, а 32 на 30. 32 клетки на 30. То есть ширина на 32. Но это, в принципе, не играет никакую роль. Я вот связала. У меня здесь получился даже 31 сантиметр. Вот, я не знаю, как это получается. Я уже сколько раз распустила. 31 сантиметр. Ну, полотно, конечно. Красиво. Очевидно, безобразие. Вот. И я сейчас распустила. Я попробовала тестовый ряд по схеме сделать. Что я поняла? Из-за того, что 32 клетки, надо немножко правильно тут сместить. И я подумала, что я не буду делать 15 рядов. Сверху 15 рядов снизу. Пожалуйста, не суммите. Спасибо. Не буду я делать по 15 рядов. 10 рядов будет вот. С головой достаточно. Потому что иначе сумка будет просто огроменных размеров. И эти 60 рядов, мне они не нужны. Поэтому будет 50. 50 рядов. Да, вот. Немножко, знаете, так подслащу пирюлю. И вот на такой отрезочек уменьшу шоппер. Мне кажется, так будет лучше. Я посмотрела нормально. Тем более, сама картинка, она как бы обрезана китя по плечи. И уширять ее, удлинять смысла, я думаю, нет. Вот. Так что, да, еще раз скажу мерки правильные. Потому что я не знаю, буду ли я вставлять этот поток сознания, который у меня львился днем. Сама схема 32 клетки на 30. 32 на 30. У меня получилось здесь 54 столбика без накида. В цепочке из воздушных петель 54. То есть, у меня получится по бокам уже тогда по 11 клеток свободно. Потому что, как я уже сказала, 32 на 30. Не 30 на 30, а 32 клетки. Получается по 11 по краям у меня получается столбиков без накида. И здесь по верху и по низу будет свободных полей вот таких вот 10 столбиков без накида. И вниз, и вверх. Вот. Я надеюсь, все все поняли. Вот. Посмотрела я, кстати, еще, чего у меня получается по цветам. Все-таки я, наверное, откажусь от этого розового. Наверное, я все-таки остановлюсь на красном. Сделаю красным бант и сделаю красным саму кофточку. Часть из нее, наверное, будет красной. Либо серой. Потому что все-таки здесь яркий контраст цветов. И все слишком сильно сольется. Я думаю, наверное, либо бежевой серой. Потому что оно хорошо будет играть на вот этой цветной как бы подложке. Либо красный бежевый, либо красный серый. Уж посмотрю, там, как пойдет. По низу, если я не ошибаюсь, нет. Ряда с черным, просто с черной полоской по схеме. Чтобы ее как-то выделили, да. То есть везде по краям есть, а снизу нет. Я думаю, делать ее или нет. Чтобы был какой-то резкий переход от основы к самому рисунку. Надо подумать. А, ну и тогда, соответственно, будет не 30 клеток в высоту, а 31 клеток в высоту. Я приехала, я даже не заметила, что я наизнанку футболку наделала. Просто изумительно, конечно. Я придумала такую прикольную штучку. Берете соленые крендельки или крекеры. Какие-то немножко зеньки, потому что они маленькие. И там меньше теста. Лучше два. Берете, нерезайте бананчик. Так кладете. Между крендельками бананчик. Вот так делаете. Сладкое, соленое, твердое, мягкое. Я уже практически на финишной прямой с первой основной части. Но хотелось бы, знаете, вот на этой доброй, счастливой, замечательной ноте добавить ложку тегтя. Распарить обстановочку, так сказать. Это Аделия. Один из моих любимых производителей пряж. Этот моточек очень мне нравится. Он такой жестенький. Так классненький. Это, по-моему, акрил 100%, если не ошибаюсь. И что мне не понравилось конкретно вот в этом мотке. У меня еще есть такой с черным оттенком. Черный разженный. Я не знаю, продаются они сейчас или нет. Но если не продаются, вот вам информейшн. Пока я вязала, несколько раз были ужасные, жуткие, противнючие узлы. Вот такие вот. Вот они. Это не я завязала. Это вот эти вот дебильные узлы. Их было у меня штук пять, наверное. Вот на таком объеме. Это трэш. И вот такое у меня уже попадается в третий раз. Это нитка. Либо вот в одном участке она у меня была просто распорота. То есть сама нитка идет, и часть из нее распорота. Вот до такого состояния. Мне даже пришлось, я, наверное, выбросила этот кусок, мне даже пришлось отрезать этот участок, потому что он, ну, он истончился, он стал тоньше, он потерял в объеме. Здесь вроде он не потерял в объеме, на что тут произошло. Пошло не так. И на этапе сколотки пряжи вот такая вот канитель образовалась. Это уже третий раз. Быстрее я к вам бегу, пока я строк не запищала. Я доделала вторую сторону. У меня осталось совсем мало пряжи. Я боюсь, мне не хватит на боковые части и на ручку. Но сейчас покажу кое-чем. Я уже как-то раз обмолвилась, что у меня есть похожий второй моток от этого же производителя, этой же серии. Вот такой. Я думаю, может быть, боковые части, ручку я сделаю из него, потому что мне прям, ну, вряд ли, очень вряд ли хватит. А докупать я, честно говоря, не хочу. Хотя хотелось бы, конечно, но... Надо посмотреть, вообще продается ли он до сих пор, и сколько это стоит по деньгам. Я не знаю, что. Это какой-то знак свыше или что. Я сейчас зашла в Леонард, думаю, на всякий случай проверим, продается ли эта пряжа еще и вообще, что там по деньгам. Мало ли сто, авось, как бы, как говорится, да, за спрос денег не берут. Я захожу, а у них сейчас на эту пряжу, у них есть вообще такой раздел на сайте, выгодные недели. И на эту пряжу сейчас очень хорошая скидка, 36%. Я за пряжей поеду завтра. У меня в моем Леонардо есть эта пряжа. Такой расцветки. Это судьба. Это судьба, я считаю. Однозначно судьба. Мне как раз все равно нужно будет в Леонардо в любом случае, потому что нужно делать сюда молнию в этот шоппер. Просто так я не хочу его носить, тем более если я буду ручку делать поперек, а не две ручки, как у стандартных шопперов, то 100% нужен, нужен, нужен замок, нужна молния. Как раз, знаете, сделаю два дела одновременно. Ай, как хорошо получилось. Вот на такую полосочку у меня осталось пряжи. Все. Это все, ее больше нет, отсутствует. Единственное, что мне не показалось, в магазине. Я не взяла с собой кусок. Я молодец, конечно, с этим связанным. Я когда взяла его в руки, думаю, блин, все как-то светловато. Нет, ну, я как обычно в своем репертуаре, ну, что вы еще от меня хотите? У меня только один вариант, единственный. Это вот это вот распустить, оставить этот кусочек, а из этого уже делать полноценные боковые стороны, на одну и ручку. Вот. И купила я еще молнию, представляете, в уголочку я не поехала, поехала в Леонардо. То есть я смотрела на сайте Леонардо, и я там не нашла. Я прям рыскала. Молнии. 35 сантиметров я все облазила у них на сайте. Все цвета. Любые. Я думала, ну, любые туда засунули, любого цвета практически. Ни одного цвета не было. Потолку я пришла в магазин, я нашла молнию. Почувствую, видите, какой он классный цвет. Короче говоря, что я подумала. Я все голову себе ломала, как мне так и обыграть ручку, чтобы она при наполнении сумки чем-то тяжелым не растягивалась, потому что, я не помню, говорила я в этом видео или нет, но чем мне не нравятся все сумки, которые подобны у плана, и не только, маленькие тоже какие-то такие, как они называются, кроссбоди, которые с такими ручками, коротенькими, которые я видела, все они мне не нравятся, именно тем, что у них ручки, они ничем никак не обработаны, просто связаны и все. И вот очень интересно посмотреть, на самом деле, без сарказма, если что говорю, на эти сумки в последлительной эксплуатации, потому что я уверена 99%, что пряжа под нагрузкой, чем-то тяжелым, она растягивается. И ручки такие, они очень сильно растягиваются, особенно последлительной носки. И я все думала, как мне это все обыграть так, чтобы эта сумка долго прожила, и чтобы ручки, соответственно, не растягивались. Ручка. Я подумала, раз у меня есть моток пряжи, что, куда мне его, господи. Я хочу сделать как, боковая сторона дном, боковая сторона, потом будет ручка, но я ручку свяжу в два раза длиннее, чтобы ее свернуть пополам, внутрь вложить ленту и прошить это все вместе. И потом, получается, половинка, которая сложится, она присоединится к другой стороне ручки. И это все будет единым изделием. Вот. Потому что у меня уже был такой опыт, я уже делала подобного плана ручки. И вот такие ручки, сто процентов, с ними ничего не случается, не делается. Я опять с мокрой башкой, просто посмотрите, что я тут накуролесила. Я сделала 380 рядов. Я не знаю, много это или мало. Я не знаю даже, как это вместить просто. в кадр кошмар. Я пришила первую сторону. Это все, конечно, еще примет форму, безусловно. Когда я вторую сторону пришлю, соответственно, уже с рисунком. Ну, смотрите, смотрите. Ну, видите? Мне очень нравится, что я вот решила обыграть вот этим вот краем внешним швом. Ура! Я сшила основное полотно. Смотрите, какая прикольная сумка получилась. Я прям в восторге. Я до последнего как-то особо не верила в это. Мне останется сейчас сделать ручку. Вот такая она будет. Я думаю, что мне этого вполне будет достаточно. Блин! И, кстати, кстати говоря, то, что вот эти вот части светлее получились, я даже... Мне даже нравится. Очень неплохо. И это, кстати, не особо сильно заметно, что вот этот моток, старый мой, был гораздо темнее. Оно особо не бросается в глаза. И даже, мне кажется, прикольно, что оттеняет. И хорошо, что мне хватило на вот эти два основных полотна. И что это не пришлось новым мотком довязывать. Потому что вот на... Например, вот на этой пустой части было бы прям реально видно, что есть различия в пряже, в оттенке пряжи. Но мне прям так нравится. Смотрите. Вообще. Восторг. Шила ленту. Сейчас буду это все связывать вместе. Восторг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сюда я его решила приспособить и мне очень понравилось Вот так вот это все выглядит на лице Тут вот так все отлично, замечательно Мне все устроило И также я еще дополнительно вот здесь вот по углам Прихватила с внутренней стороны подклад Чтобы он, ну, вот видите, то есть Оп-оп-оп, он не вылезает Я его вот держу, трогаю, пытаюсь вытащить, он не вылезет Чтобы он там не скамкивался внутри Можно так еще сказать, нет? Короче, не комкался внутри Не собирался как-то вверх Чтобы он был равномерно весь собран по сумке нормально Ну, в общем Ну, какая красота Вы посмотрите на нее Я очень довольна Мне так нравится Я вообще, как я уже говорила в начале видео Что я думала, что у меня ничего не получится Что придется придумывать что-то другое План Б, С, перебирать это все Но нет, все у меня получилось Теперь у меня есть сумочка Под мой размер Сейчас посмотрим, вылезает он до сих пор или нет Ммм, вылезает, прикиньте Ну, не могла я без бантиков Ну, не могла Пусть будет Ммм, вылезает он до сих пор Спасибо огромное за просмотр Я надеюсь, что смогла вас зарядить Вдохновить на создание чего-то нового Или чего-то такого же наподобие, как у меня Мне будет очень приятно это Еще раз спасибо большое за просмотр Я, как обычно, по два раза все повторяю Ну, знаете, не повышает Вот, обязательно, обязательно берегите себя А я пойду обнашивать свою обновку Новинку